Безусловно, мы получили новые знания, какой-то новый опыт и новые какие-то итоги. Во-первых, нужно размышлять, надо думать, нужно анализировать. Так, с своей стороны я хотел бы, собственно, просто сказать, что многие проблемы, то, что в жизни республики есть, они отрежены. Но вместе с ним, безусловно, у нас еще больше проблем, чем они были сегодня поставлены. Я думаю, и глава республики это все прекрасно понимает. Ну и в конечном итоге депутаты государственного совета тоже должны дальше идти и думать. Потому что финансовая мировая система нас втягивает и в конечном итоге, с одной стороны, Россия должна найти свое место, понимаете? А с другой стороны, в России и Чуваши должна найти свое достойное место. И мне действительно представляется, что одним из главных таких источников и факторов нашего роста в республике действительно человеческий фактор. То есть мы серьезно и еще более серьезно должны думать о том, каким образом использовать тот самый человеческий потенциал, который у нас в республике есть. В принципе, сегодня человеческий фактор, он играет такую решающую роль. И мне представляется, именно на интеллектуальных технологиях мы в республике можем продвинуться вперед. Но одновременно я все-таки считаю, что самая главная проблема Чувашской республики на сегодня, хоть что бы мы ни говорили, является, прежде всего, проблема обеспечения условий для всеобщей занятости. Каждый человек, который живет в республике, государство, правительство обязано, собственно, создать условия, чтобы человек мог трудиться. Трудиться, соответственно, своей квалификации, своим опытом. Здесь еще много у нас очень нерешенных проблем с точки зрения работы предприятий, с точки зрения, собственно, всей конструкции экономической политики, которая в республике здесь, в общем-то, проводится. Ну и мы, сельское население у нас, слава Богу, как говорится, в общем-то, действительно имеет почти 40%. Нам нужно серьезно думать в условиях, тем более, действий уже установок ВДО, каким образом республика раскроет свой сельхозпотенциал. К сожалению, здесь тоже у нас пока много-много нерешенных проблем. Тем более, сегодня в сельхозяйственном производстве многие условия меняются, понимаете, да? Вопросы финансирования полностью меняются, сама политика, сама схема меняется. И здесь, мне кажется, тоже мы в полной мере пока не нашли такого подхода. Что касается капитального строительства, мне представляется одним из таких важных моментов. Нам надо в сознании в целом и в делах изменить акценты. Если мы, да и, кстати, послание сегодня больше чаще говорилось о том, чтобы расширить новые строительства, то пора, наконец, в общем-то, выработать другую идеологию, которая бы обеспечила, прежде всего, модернизацию, реконструкцию вторичного жилья. Да, потому что у нас очень много двух-трехэтажных домов, бараков. Что вот на этом месте мы предлагаем? Кстати, есть в России опыт, когда, скажем, такие, собственно, жилой фонд уже вторичный, который устаревший, его просто обновляют через реконструкцию, ничего не рушат, но квартиры расширяют, двухкомнатную квартиру превращают в однокомнатную за счет дополнительной этажности, по сути дела, пристроя, да, притом без давления на конструкции старых домов. Получается сразу и часть коммерческого жилья, и, собственно, вот те самые выгоды от коммерческого жилья можно направить на реконструкцию этого старого вторичного жилья. И, мне кажется, здесь очень такие вот большие подходы. Я вообще в Чебоксарах считаю, что строительство не должно продвигаться к берегам Волги, тем более, сейчас вопрос подъема воды ставится серьезный и правильный, они должны быть поставлены, так? Нам нужно думать о том, чтобы этажность по мере продвижения к Волге, она все бы уменьшалась. Мы еще можем согласиться с тем, чтобы там одноэтажные какие-то, собственно, дома появились на берегу, но 6, 10, там 16-этажные здания, безусловно, там они быть не могут, мы обязательно нарушим условия, тем более, если вода поднимется. Надо серьезно думать дальше о том, что вот была же идея, помните, строительство гидроаккумуляющей станции, с тем, чтобы, когда нагрузка небольшая, генераторы, чтобы они работали в режиме двигателя и обеспечили бы накачку воды туда наверх, а потом уже в пике нагрузок это все, в общем-то, направлять. Много-много других, собственно, вопросов размещения самих производительных сил, в том числе вопрос обеспечивания водой, сейчас есть новые технологии, мне кажется, здесь было сказано, и дальше надо смотреть. Ну и, конечно, все мы должны работать, помогать друг другу, тогда будет лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!